Любовью всей своей жизни Галина Танаева называет лыжи. Кататься начала в детстве, научили родители. Теперь она тоже мама и свою любовь к спорту прививает сыну и мужу. О конкурсе узнала случайно, подписавшись на группу ВКонтакте. Выложила семейную фотографию с лыжной базы «Чайка», подкрепила нужным хэштегом и стала победителем. Я за здоровый образ жизни и вообще очень люблю всякие подвижные виды деятельности. И коньки, и лыжи, говорю. Мы с ребенком и на ватрушках катаемся. И мне кажется, я даже больше люблю, чем у меня ребенок. В числе победителей конкурса и семья Бакулиных. Мама Никиты – воспитатель детского сада. Развивать в детях тягу к спортивному образу жизни ей приходится ежедневно. В этом году Никита впервые встал на коньки. Его дебютная фотография собрала рекордное количество просмотров и лайков. Сегодня семья пришла за заслуженной наградой. Спорт полезен для здоровья, для всего. Поэтому я и детей стараюсь к этому привлечь. У меня кто-то и в спортивных каких-то занимается, там дочь танцами, старшую дочь мини-гольфом занимается. В конкурсе «Трезвые резвые» приняли участие более ста жителей нашего региона. Он прошел в рамках национального проекта «Демография» при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области и Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики. На своих страницах ВКонтакте участники конкурса выкладывали фото и видео о том, как увлекательно, задорно и по-спортивному. Они отмечали новогодние праздники. Целью конкурса стало содействие к формированию активного семейного отдыха на свежем воздухе. Знаете, иногда присутствует такое вот обыденное мнение, ну что если Новый год, праздники, значит алкоголь, значит невоздержание еде, ну а потом муки совести, сброс лишних килограммов, восстановление организма и все прочее. Фотографии и видео участников конкурса собрали более 25 тысяч просмотров. Лучших определили по количеству лайков. Победителям вручили дипломы и ценные подарки, фитнес-браслеты и умные весы. Ольга Павлова, Константин Головин. События.